Привет, мы в Юнхене на Lightning Hack Day и с вами Макс. Всем привет. Гость подкаста базовый блог выпуск номер 67, я даже посмотрел, так что послушайте. Макс из биржи HODL. Расскажи, что ты делаешь там, что ты делаешь? Биржа, peer-to-peer биржа, которая использует некростодиальные решения для торгов. То бишь, под каждый торг, под каждый трейд мы вместо того, чтобы держать у себя в кошельке биткоины, мы открываем multisig счет или multisig адрес на публичном биткоин-блокчейне и через него происходят все торги. Таким образом, мы избегаем того, что мы не храним и не процессим криптоактивы. Ну, понятное дело, что фиатные активы мы тем более не храним и не процессим. Это звучит очень многообещающе. Но мы на ивенте, посвященном Lightning Network, при чем здесь Lightning? Ну, Lightning здесь при том, что через несколько дней, конкретно в начале июня, мы выкатываем Lightning-инклементацию для биржи HODL-HODL. Теперь на нашей бирже будут две опции. Одна опция, о которой я уже проговорил с тобой, это непосредственно торги на блокчейне биткоина, то есть он-чейн торги. А другая будет как раз-таки Lightning опция, торги непосредственно вне блокчейна биткоина, скажем так, офф-чейн торги. И можно будет торговаться через Lightning-каналы напрямую со своими партнерами. И в чем будет для пользователей преимущество такого? Ну, основное преимущество будет в том, что это будет значительно быстрее и значительно дешевле. То бишь, это будет подходить для микротранзакций. Соответственно, если человек захочет, допустим, купить себе на 10 долларов или на 10 евро биткоинов, ему будет это дешевле сделать через Lightning, чем делать это он-чейн, потому что, как мы знаем, сеть биткоина, она периодически может работать достаточно медленно и при этом забирать достаточно существенную комиссию за обслуживание доранзакций. Lightning как раз-таки эту проблему решает. И в какой-то момент мы просто поняли, что мы хотим иметь две опции. Мы хотим иметь опцию он-чейн торгов, которая идеально подходит для торговли большими объемами биткоина. И мы хотим иметь Lightning-опцию, которая идеально подходит как раз-таки для торговли маленькими объемами, когда ты, допустим, словом говоря, у тебя нет так много денег, но ты хочешь какой-то завидной периодичностью раз в месяц приобретать на какой-то небольшой объем себе цифровых активов, в частности биткоина. А есть ли какие-то минусы, какой-то трейд-офф в этом? Потому что, когда я думал про Lightning, это, конечно, быстро и здорово, но есть же всякие вопросы с ликвидностью, например. Мне же нужно иметь, если я открываю канал с вами, мне нужно иметь какую-то ликвидность с вашей стороны, если я хочу купить биткоины через Lightning у вас. На данный момент, наверное, основной минус в том, что технология еще сырая, достаточно новая, и неизвестно, что может получиться из этого, что может произойти. Поэтому и разработчики этой технологии, и ребята из Lightning Labs, и разработчики из других, скажем так, команд, которые делают альтернативные имплементации, скажем так, они советуют гонять или перечислять через Lightning каналы небольшие суммы. Для нас это идеально, я опять же повторюсь, потому что мы как раз таки подразумеваем, что наш Lightning Mode, так называемый, Lightning Биржи будут использованы для того, чтобы покупать или продавать маленькие порции. Да, для нас, в принципе, в данный момент эта технология подходит. Единственный минус заключается в том, что если на ончейн транзакциях и, скажем так, в ончейн торгах мы не храним средства, и мы просто создаем multisig адрес с тремя ключами и, в принципе, не процессим биткоины ни на этот адрес, ни с этого адреса, то с Lightning, к сожалению, ввиду того, что технология достаточно новая, мы держим этот канал и, фактически, скажем так, способствуем процессингу этих средств. Во время того, когда этот канал как бы остается активным, то есть во время происхождения этого трейда, то есть когда этот трейд проходит, там, не знаю, будет там 10 минут или час или два, все это время мы будем держать у себя в кошельке биткоины, которые торгуются через Lightning. Это единственный минус на данный момент для нас, потому что мы все-таки позиционируем себя как некая стадиальная биржа, но, опять же, мы над этим минусом уже работаем. Сейчас у нас основная задача – выкатить базовую имплементацию Lightning, Lightning торгов, и следующий этап – у нас уже есть потенциальное решение для некастодиального Lightning. Следующий этап – это, как раз таки, разработка и внедрение некастодиальных торгов через Lightning канал. Отлично, здорово. Может, какие-нибудь еще общие мысли по поводу развития Lightning и вообще блокчейн-технологий? Общие мысли? Ну, на самом деле, мне кажется, общие мысли надо активнее все-таки начинать этой технологией пользоваться, качать себе кошельки, пробовать, ведь есть же очень много решений на тестнете, то есть необязательно иметь реальные биткоины, чтобы как-то познавать эту технологию, изучать ее, и учиться понимать, скажем так. Блокчейн-технологии, ну, честно, я, будучи биткоин-максималистом, как бы слово блокчейн-технологии, для меня не очень понятно, я считаю, что будет, наверное, развиваться биткоин, как технология. Так, таймчейн. Да, это, наверное, основная технология и основное применение вообще, потому что сейчас мы видим, что парадигма у нас все-таки меняется из, если год назад, полтора года назад говорили блокчейн, а не биткоин, а сейчас уже все наоборот, сейчас говорят биткоин или блокчейн. Понятное дело, что эти два понятия связаны, одно без другого не может, но я считаю, что развитие криптовалютной индустрии, оно лежит непосредственно в развитии биткоина. Даже при условии того, что я допускаю, что останется какие-то альтернативные валюты, биткоины, наверное, да, это будет, но я допускаю, что все-таки биткоин будет у нас основополагающей криптовалютой, активом на долгое-долгое время вперед. Хорошо, спасибо большое, будем следить за вашими дальнейшими успехами. Спасибо.